Друзья, распахните сердце яснее, ее прохладному ветру, нежной зелени и умению легко и по-детски радоваться жизни. Окунитесь в красоту и историю нашего города, прогуляйтесь по знакомым, но таким родным улицам и напомните себе еще раз, как прекрасен наш город. Первые статуи-памятники появились в Европе в эпоху Возрождения. Образцом таких памятников служили древнеримские памятники императора, а в Алматы скульптурные сооружения появились в 1947-м, а в 2000-м году установили и Тарасу Шевченко. Как раз таки сегодня день рождения украинского поэта, мыслителя и художника Тараса Григорьевича Шевченко. Он является основоположником современной украинской литературы. Во-первых, сама фамилия, само имя Тарас, древнекрепчатское имя Тарас, этого имени нет ни в германских языках, ни в славянских, это чисто тюркское имя Тарас. А фамилия его Шевченко, мы говорим Шевченко, это в русской транслитерации, на самом деле это Шевченеке. Все украинские фамилии, которые заканчиваются на Йенко, то есть Оф, это притяжательные суффиксы, а те окончания, которые на Йенко, это тюркское имя Тараса. Кандыке, в Йеннике. Памятник Тараса Шевченко считается одним из самых красивых памятников города. Сам гранит был привезен прямиком из родины Шевченко, Житомирской области. Скульптору удалось показать масштаб личности, непреклонную волю и дух Шевченко. Талант Тараса Шевченко как художника был настолько велик, что ему покровительствовали самые известные художники России. Вся интеллигенция, прежде всего, этот Карл Брюлов, этот Венецианов, те придворные художники. Всеобщая симпатия к Тарасу Шевченко со стороны именитых деятелей искусства сыграла решающую роль в деле выкупа его искрепостного состояния. Энгельгард, узнав об этом, о том, что хлопочет сам Венецианов, заломил такую цену за Тараса Шевченко, за своего крестьянина, как за лошадь. Он понял, что у него такой бриллиант в руках, в его владении. Ну вот они тогда решили, Брюлов решил написать портрет известного тоже придворного поэта Жуковского, выставить его на аукцион. И выручили, по-моему, 1200 рублей. Это же огромная сумма. И вот за эту немыслимую закрепостную сумму Шевченко обрел свободу. При жизни его больше ценили в качестве художника, нежели в качестве поэта. Хотя поэзия его тоже была известна. Донесли императору и вот за это, за вольнодумство, за то, что он, прямо в донесении было написано о том, что он пишет нам на малороссийском языке. И стихи его очень популярны в Малороссии. Именно поэтому его следует сослать, изолировать от общества. И его отправили как раз в казахские степи. До наших дней сохранилось 835 художественных произведений Шевченко. В основном это гравюры и рисунки. А сам памятник расположен по пересечению улиц Шевченко и проспекта Достык. Замечательный сюжет. Друзья, мы призываем вас больше читать классику, не забывать тех поэтов великих. И это всегда нас делает богаче. Да, тем более, Тарас Шевченко имеет перемой отношение к Казахстану. Он был здесь, Казахстане был. И не зря город как назывался какая-то Шевченко. А, как назывался... Шевченко, а сейчас Октау называется. Да, сейчас Октау называется. Смотрите все выпуски Танго Студио здесь.